здравствуйте если уехать подальше от цивилизации какие-нибудь заброшенные села можно встретить вот такое вот растение семейство зонтичных вздыхаю потому что еле нашел то что мне надо немного я упустил пару сбора ну вот кое-что нашел значит это болиголов крабчатый или болиголов пятнистый начало июля поводы как обычно свирепствует в время всякие кровососущие не дадут мне спокойно снимать снять видео вот обратите внимание на листик его какой лист потому что растение часто путают с буденем или с горечником болото я покажу его позже вот такие цветы у него болиголов крабчатый потому что вот такие вот у него на стволе крапления пятна хорошо должно быть видно ствол растения абсолютно голый без всяких волосинок как у бутиня и вот с такими вот характерными краплениями бурого ядовитого такого цвета растение применяется в народной медицине значит рецептов я никаких не буду давать потому что она очень токсичная некоторые особо чувствительные люди даже могут побыв среди таких зарослей его тут полно заработать головной боли даже ну начать подташнивать ну я как бы спокойно к этому отношусь характерный мышиный запах мышиного гнезда у этого растения если потереть в ладошках лист то не отмыться до завтрашнего дня не устранить этот запах который будет постепенно постепенно все усиливаться и усиливаться лечат растением всевозможные заболевания тяжелые ну например аденому просто пристательной железы лечат нервные заболевания эпилепсию хорею лечит он мигрени воспаление лимфатических узлов ну и надо бы добавить что с этим растением шутки плохи и нужно если вы решили вам необходимо избавиться от какой-либо болезни лучше всего найти компетентного с хорошей репутацией травника и под его присмотром врача под присмотром врача фитотерапевта он назначит курсовое лечение и под его присмотром вы сможете пролечиться а самостоятельно с этим растением ну как бы лучше не шутите везде предупреждение в интернете что там 10 наиболее опасных растений ядовитых ну вот болиголов вполне в этой десятке будет может даже в пятерке я думаю всем здоровья и хорошего настроения